Электронные сигареты и прочие приспособления для получения никотина набирают все большую популярность и постепенно вытесняют традиционные сигареты. Наверное, самая известная система для нагревания табака ICOS получила настолько широкое распространение, что породило просто огромный вторичный рынок устройств. В этом эксперименте мы решили выяснить один простой вопрос. Стоит ли покупать БУ ICOS с рук, есть ли в этом реальный смысл и какие риски могут подстерегать потенциального покупателя. А чтобы расширить репрезентативность нашего исследования, мы решили купить не одно устройство и не парочку, а целых 10 поддержанных ICOS 2.4. Почему выбор пал именно на эту модель? Ну все очень просто. Самая низкая цена и самое большое количество предложений на OLX. Собственно, если вы хотите перейти с традиционного курения на альтернативный метод получения никотина, но бюджет ограничен и вы не уверены, подойдет ли вам ICOS в принципе, то кажется, что самый логичный вариант это покупка БУ ICOS 2.4. Да, модель не новая и она лишена большинства преимуществ ICOS 3 и DUO, но она все еще актуальна. Свою основную задачу нагрев табачных стиков она выполняет вполне успешно и для того, чтобы вкурить тему, подходит идеально. Более того, все настолько запутано, что мы даже выпустили отдельную статью о том, как покупали этих 10 бушных ICOS на OLX. И я очень рекомендую вам прочитать эту захватывающую историю по ссылочке в описании. Здесь же я приведу только наши выводы. БУ ICOS до 500 гривен вообще не вариант. Это либо развалюха, либо развод на деньги. Вкратце, вас просят заплатить предоплату, после чего продавец просто исчезает. ICOS с OLX за 500-700 гривен может подойти с вероятностью 50 на 50. Нужно внимательно проверять состояние устройства. Возможно, его топили, ломали лезвие, делали ремонт в каких-то подпольных сервисных центрах, потому что официально гаджет не ремонтируется, его просто меняют на новый. И поддержанный ICOS за 700-800 гривен – вот это самое подходящее предложение с точки зрения цена-состояния. Но все равно следует учитывать все моменты, которые мы подробно описали в статье. Ну что, экономия уже не кажется такой существенной. И это логично, потому что официальный ICOS 2.4 с международной гарантией на официальном сайте стоит сейчас 999 гривен. А если со скидкой за рекомендации от друга, то еще на 200 гривен дешевле. Именно поэтому мне кажется, что нет никакого смысла покупать бы у ICOS за 700 или 800 гривен. Но на самом деле это еще не все. Есть и прочие риски, о которых я сейчас вам расскажу. Первый риск – это надежность. Как бы понятно, что поддержанное устройство может сломаться в любой момент, а у ICOS 2.4 ломаться действительно есть чему. Первое слабое место – нагревательное лезвие, а второе – защелка крышки зарядного блока. Особенно, если вы покупаете совсем старую версию. Нужно специальные резиночки для старых ICOS выпускать и продавать их разного цвета. Кроме того, есть определенная вероятность, что гаджет уже ремонтировался. Например, определить на глаз замену лезвия практически невозможно. Может быть, что вместо оригинального нагревателя в купленном устройстве установлена копия неизвестного происхождения. А еще часто при таком кустарном ремонте нагреватель может быть установлен с небольшим наклоном. А значит, он подвергается дополнительной нагрузке, когда выставляете стик в держатель. Как долго проработает такой ICOS – вопрос риторический. Чтобы вы понимали, на купленный официально ICOS распространяется гарантия 1 год. И если с ним что-то случится, то вам его просто поменяют на новый. А если поломается гаджет, купленный с рук, то фактически это сводит на нет всю экономию. Потому что вложенные в покупку деньги, да плюс ремонт – это стоимость нового устройства с полной гарантией. Если не выйдет даже дороже. Стоит задуматься о целесообразности покупки BU ICOS уже на данном пункте. Ну, в течение месяца мы попеременно использовали купленные нами устройства. Я постоянно открывал и закрывал крышки. И через несколько дней в одном из ICOS 2.4 таки сломалась защелка. После нескольких сотен открываний и закрываний. Один держатель просто перестал заряжаться от кейса. И еще в одном из устройств поломался нагреватель, когда я оставлял стик в держатель. Ну, далее вопрос автономности. В основном все современные электронные гаджеты укомплектованы литиевыми аккумуляторами. И в ICOS их два. Один находится в держателе, а другой в зарядном кейсе. И если первый проверить достаточно легко, просто запустить одно тестовое использование, то понять в каком состоянии находится основной аккумулятор док-станции практически невозможно. Самое главное, что вам нужно понимать про данный тип аккумулятора, его очень легко вывести из строя. Да, литиевый аккумулятор, его можно просто убить одним глубоким разрядом. То есть достаточно разрядить его в ноль и оставить в таком состоянии на некоторое время, например на сутки. Ну, собственно, это и все. После этого аккумулятор потеряет основную часть своей емкости. И такое состояние можно определить по тому, что кейс будет быстро заряжаться и быстро разряжаться, если вообще запустит. Но даже если устройством пользовались аккуратно и глубокого разряда батареи не допускали, то никто не отменял естественное старение и выработку циклов. Средний срок службы аккумулятора типичный, это два года. Производитель указывает, что аккумулятор ICOS 2.4 рассчитан примерно на 14600 циклов перезарядки. Если отталкиваться от того, что, например, в день у вас уходит пачка стиков, то есть где-то 20 циклов перезарядки, то ресурс этого аккумулятора, соответственно, примерно 730 дней или около двух лет. А чем дольше и активнее пользовались устройством Dovas, тем сильнее изношен аккумулятор. И теряет батарейка примерно 4-5% емкости в месяц. То есть за полгода получаем падение на 25-30%. И с ICOS это ощущается. Любой пользователь нового ICOS подтвердит, что его батарейки хватает больше, чем на 20 заявленных производителем стиков. На 22, а иногда и на 25. Но со временем потенциал батареи опускается как раз до тех 20 сеансов, за которые ручается производитель. Ну и, конечно, это все при условии бережного использования. Если батарейки нового устройства хватает примерно на 20 стиков, то понятно, что бэушный гаджет вы будете заряжать гораздо чаще. Мы проверили количество циклов зарядки держателя для купленных нами устройств. И, в принципе, рабочими оказались все купленные ICOS. В трех, которые выглядели наиболее презентабельно и стоили дороже других, состояние аккумуляторов оказалось вполне приемлемым. Почти на уровне нового устройства. Плюс-минус статистическая погрешность. В четырех падение емкости на 20-30%. А в трех оставшихся устройствах емкость аккумулятора просела почти в половину. Главный элемент любого ICOS – это керамический нагреватель, который непосредственно взаимодействует с табачным стиком, нагревая его изнутри. И если вы покупаете бэушное устройство, то, конечно, тут есть определенные нюансы. Если устройство использовали неправильно и чистили его нерегулярно, то табачные отложения могут оставаться на нагревателе, на покрытии металлической части и на пластиковом основании, серьезно влияя на вкус табачного аэрозоля при использовании устройства. Но еще большая опасность, если ваш старый новый ICOS подвергался какому-то кустарному ремонту. Я напомню, что проверить этот момент без разборки устройства и тщательной экспертизы практически невозможно. Если нагреватель не оригинальный, то неизвестно, из чего он сделан и не будет ли выделять вредные вещества в табачный пар. Согласитесь, это не то, на что вы рассчитывали, когда решили бросить вредные для здоровья сигареты, чтобы перейти на более безопасный способ получения никотина. Собственно, выводы напрашиваются тут самым естественным образом. И они только подтверждают, хорошо всем известную поговорку, что скупой платит дважды. А в случае с покупкой поддержанного ICOS вы нарываетесь на риск заплатить трижды, а то может быть даже и четырежды. Вас могут кинуть на деньги в процессе покупки. Устройство может быстро выйти из строя и его придется просто выкинуть и покупать другое. Ну или ремонтировать, что фактически сводит на нет всю экономию. Поэтому наш совет очевиден. Покупайте новое устройство с гарантией. На этом все, буду прощаться. Не забудьте посмотреть наши другие видео по теме альтернативы традиционному курению. Ссылочки будут в описании под видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok